Доброе утро, мои дорогие! Утро такое прохладненькое, но солнечное. Обещали дождик сегодня, а оно вон какое. Ну, хотя ещё за день-то надуть может всякого. Время 7.15. Я выпила таблеточки нужные, съела гречку с кефиром, маленькую такую мисочку. И начну сейчас красить чемодан. Ну, я вам покажу в процессе. Так что всех с добрым утром докладываю. Вот, сколько там, 7-7 градусов. Вот такой мой завтрак. Вот такая вот маленькая. Не знаю, как её назвать, чашечка. Ой, девочки, вы знаете, прям привыкла, и мне даже нравится. Ну, только понемногу. Много, конечно, не съешь, а вот такую маленькую нормально. Ой, забыла вчера цикорий купить. У меня цикорий кончается. А ехать так неохота, столько дел надо сделать. Ой, ну что, мои дорогие, крашу я чемодан. Крашу. Но так холодно на улице, что надо прерываться. Прям ветер ледяной дует. Вот. Немножко вот тут вот не докрасила. Слышите, какое ветрище? Надо идти греться. Может, потом днём потеплее станет. Ну, надо будет два раза красить. История эта длинная. Я вообще не знаю, успею я до отъезда сделать или нет. Тут столько всяких нюансов, скажем так. Ну, ладно. Пойду греться. Помните, несколько дней назад я пыталась сделать оттиски, у меня ничего не получилось. А сегодня получилось. Потому что опять, почему? Потому что у меня есть вы. Мне подсказали. Девочки. И всё. Так, вот, смотрите. Тут будет. Вот такой будет. Ну, я сделаю из-за... Вот такой пегас, да? Это ж пегас. Сделаю. Вам покажу, что получится. А тут вот такой должен... Ой. Вот такой ангелочек должен получиться. На дудочке играет. Вот. Так что спасибо. Спасибо. Я только забыла, девчонки, кто мне подсказал. Вот. Так что сделаю. Вам покажу. Руки. Господи. Краска, цемент. Чёрт-чёрт-чёрт на руках. Ой. Но получилось. И это замечательно. Вот видите, мои хорошие, какие у меня занятия-то. Для этого чемодана надо вот столько вот этого всего повырывать. Вырезать нельзя. Надо вырывать. И вот эту мелочевку всё. Пока вот это повыдирало. Господи. Ещё, наверное, надо будет. Видимо, это ещё не всё. Ну, зато получится весёленький чемоданчик. Для игрушек новогодних. Вот. Вот. Как дитё малое, да? Сижу, салфетки рву. Господи. Ну, что, мои хорошие, вот такие оттиски у меня получились. Они ещё не высохли. Ну, я думаю, что для первого раза неплохо. Хотя, конечно, лошадь вот эта глубоко оказалась. Ну, надо ещё подчистить по краешкам. Чего да как. Ну, неплохо. Вот этот ангел сложный, конечно. Надо ещё между ножек вырезать. Да. Да. Когда видео смотришь, так у них это играючи. А тут ковыряешься, ковыряешься потом. Очищаешь, очищаешь, очищаешь. Ну, дело для меня новое, но интересное. Поэтому, конечно, надо продолжать. Надо изыскать все возможности, как это делается, из чего ещё сделать можно проще. Ну, вот так вот. Этой штуке я сделала оттиск феечки. Феечка. Лицо получилось. Носика нет. Ну, ладно. Ну, она, конечно, она глубокая. И, в общем, совсем для другого уже предназначена. Это мыло я когда-то варила. Вот. А так. И толстая вот лошадь. Толстая. И вот эта вот толстая. Да. Ну, для опыта нужное дело. У меня пока чемодан сохнет, на улице холодище. Я принесла домой. Тот быстрее высохнет. Девочки, какой же сегодня холод. Ой, самое обидное, что на градуснике 12 градусов тепла. Ветрище. Такой налетает. И он такой холодный. Ой. Прям. Сейчас сходил. Чем нужно. Взял такой свой дом. Не назад. Нафиг. Так обидно. Посмотрите. Солнышко светит. А я свои цветы из дома вынесла на улицу. Вот этот свистей, что ли, собирается. Меленький. Герань бедную всю согнула ветром. Привыкайте. Чё, я уеду, вы будете на улице. Скоро будет тепло. Видите, что делается. Тепло, скажи. Выкинула на улицу. Ну, этот-то постоит. У него и борта тут закрывают. У самого ствол такой прям. Всё расшвыряла по всему участку. Ну, что, мои дорогие, ковыряюсь с этим чемоданом весь день. Вот два раза покрасила. Теперь вот клею картинки. Ещё, ещё не всё ещё. Сколько дел тут предстоит. Ну, ладно. Дело двигается потихоньку. Зато будет куда ёлочные игрушки убрать в приличный чемодан. Я покрасила ручку и замочки золотой краской. Вышла на улицу. Но радости мне это не принесло совсем. Такие порывы ветра. Я посмотрела погоду. До 24 метров в секунду ветер. То вроде потише, потише. То как даст. Вот такая вот погода. У меня тут рыбки сохнут. Маленькие. Но я уже не успею. Видно, до отъезда. Сделать. Видите? Всё катается. Всё. Вот так. Цветок вышибает. Второй раз за день. Вышибает. Он валяется. Я опять настырно его вставляю. Опять будет валяться. Не было бы ветра такого. И было бы хорошо. Чё, 10 градусов. Ну, вот, тихо-тихо потом шарах. Сейчас интересно, а чё на улице творится? У меня тут потише ещё за высоким забором. А тут тоже порывами. То тихо, то шарахает. Вот такая вот погода. А так-то вот солнышко-то пригревает. Привет, девушка. Чего ты? Я ж тебя покормила. Чего? Это что-то не... Ты какая молодец. От мой. Вы смотрите, косточки, хребты оставила. Ах ты какая, девушка. Мяу. Ещё тебе надо? Ну, подожди. Слышу грохот. Вот, выхожу. Видите, аж такую чажесть свернула. Она на ведре вот стояла. Как вот такую чажесть свернуть можно? Сюда поставить. Ой, кошмарка. И цветок уже валяется. Ладно, не буду я его. Опять вставлять. Вот уже мы как в порядке вещей. Если дверь открыта, она уже и в дом пытается зайти. А голос хриплый такой. Ну, ладно. Чемодан будет сохнуть до завтра. А я хочу пока заняться вот таким вот украшением. Давно я не делала на мемори проволоки. Хочу сделать. Вот такой у меня получился чемодан. Пятна, потому что ещё не высохло, я лаком покрывала. Клеила вот эти блестяшки всякие. Вот я им, короче говоря, ой. Хе-хе. Вот такой вышел чемодан. Вот такой. Не знаю, девочки. Понравится вам, не понравится. Так, вот здесь у меня, значит, золото. Тоже блестяшечки там всякие. Вот. Ну, а по бокам он вот такой вот. Я не стала тут блестяшки лепить всякие. Он весь бедный от краски, и от лака, и от клея. Чего-то подраспухчего датчик-то мой. Вот. Ну, вот так вот, девочки. Ладно, высохнет, и я вам покажу его потом завтра. Так, а дело уже к вечеру. Пойду я сейчас закат снимать. Наверное, будет закат. Да весь день солнце было. Прям устала чего-то за день. Вроде чего делала. Ничего не делала. Ну, устала. Ладно, иду. Ну, что, девочки, доделала вот я украшение вот такое. Из черного агата. Сначала я хотела сделать, ну, из других камушков, но подумала-подумала. Мне больше понравилось. Это мемори проволока. Вот. И здесь просто, она просто-просто вокруг шеи. Единственное, что, проволока эта очень крепкая. И шея мне туговато. Но у меня и шея 47 сантиметров. Поэтому, вот, вот такое вот модное украшение стильное. Напишите, девочки, что вы думаете по поводу таких украшений. Твою ж мать! А где солнце-то? Господи! Весь день солнышко было. Ну, что это? Ничего себе! Ну, вообще, сегодня обещали дождь. Потом перестали обещать дождь. На завтра обещают. Вот, видимо, погода и испортилась. Девчонки, у меня мазьки нет второй день. Ох, я уже вся. Уже не знаю, что делать. Ну, пока жду. Ну, здесь коты в основном погибают вот из-за машины. Ну, подожду еще сегодня его. А завтра пойду искать. Потому что кобы сбили прямо вот здесь. Прям вот на переходе. Кто помнит рыжего моего кота? Мои с Москвы друзья, когда жили тут летом. А я ездила за Егоркой в Питер, помните? Мы еще с ним в гостинице жили. Высоко весь Питер было видно. Вот. А они здесь жили. Кормили его. Все нормально было. А потом они вышли вот сюда в машину садиться на море. И он бежал. Они увидели, что он бежит. Еще между собой говорят. Говорят, ой, подожди, давай сейчас кобу покормим. А потом поедем. И у них прямо на глазах его машина сшибла. Вот его там вот под тем кустом схоронили. Ну, не хочется, конечно, думать об этом, но... Я с утра еще как-то, ладно, думаю, придет. Нагуляется, придет. А его нету и нету. Ну, в общем, а что, я ничего сделать не могу. Ну, вот он, подросток, вырос. В общем, расстраиваюсь. Расстраиваюсь, конечно. Ну, может, еще явится. У меня коба тоже пропадала. По два, по три дня он все, он в ту деревню, в Калиновку ходил. Может, и этот тоже туда же мотается. В общем, короче говоря, знаете, как говорят, у него одна дорога, а ты тут сто себе напридумаешь. Вот. Ладно, мои дорогие, буду ждать я его, конечно. Ну, а так-то чего, день-то хороший был. Я вот чемодан доделала для игрушек елочных, украшения делаю. Да и так, то-сет там, то-сет, что-то поделала дома. Вот. И настроение было бы хорошее. Если бы нормально с Майской было все. Вот. Ой, наверное, будет лить ночью. Ну, что делается. Ладно, мои дорогие. Спасибо вам за комментарии, девчонки. Что-то совсем, конечно, мало комментариев пишут. Совсем. Совсем. Я вот вроде и в каждом видео что-то спрашиваю у вас, советуюсь. А совсем прям. Мина поехала. Мина поехала. Вот. Ладно. Будем надеяться на лучшее. А вы давайте у меня. Не болейте. Ладно? Он сегодня... Лариса мне звонила. Посылка пришла моя ей. Я ей украшения отправляла. Вот. Ну, я думаю, сейчас к вечеру сообщит, что и как. Вот. Ладно, девочки, давайте. Все, я говорю, как-то вот... Две недели вот это проболело. Ну, теперь вот мазька. Ну, мне улетать скоро? Ну, я не знаю прям. Чего и делать, и чего и думать. Ну, ладно. Жилец тут. Видите? Если что, чего. Лишь бы нашелся, господи. Ладно, девочка. У меня из головы это не вылазит. Я прям даже не могу попрощаться с вами нормально. Ладно, мои хорошие. Спасибо вам. Спасибо вам за комментарии. Что бы я без вас делала? С ума бы сошла давно. Вот. Давайте. Не болейте. Пусть у вас все будет хорошо. Ладно? Постарайтесь во всяком случае. Давайте, мои золотые. Хорошего вечера и спокойной ночи. Ну, и пока-пока. Пока.